Крещение Господне считается третьим по величине праздником рождественско-новогоднего цикла. Также этот праздник называют Иордана, в честь крещения на реке Иордан Христа. Купание в проруби на крещение 2017 года самые подготовленные и закаленные проводят в ночь с 18 на 19 января. Однако окунуться в ледяную воду также можно будет и днем в четверг, 19 января. Кроме того, вода, которая набирается на крещение, может храниться в течение года и дольше. Она считается панацеей от разных недугов и им можно окроплять дом. Согласно давней традиции 19 января во всех селах, где были церкви, светили воду. Утром мужчины отправлялись к водоему и делали прорубь в форме креста. Крест изо льда ставили рядом с прорубью и обливали красным свекольным квасом. Ближе к обеду священник читал молитвы, а затем освящал воду, опуская в нее серебряный крест. После этого в воздух выпускали несколько пар голубей, и устраивали громкую стрельбу холостыми патронами, а уже потом совершали купание на крещение, набирали и пили святую воду. Архимандрит Феодосий Марченко, преподаватель Киевской духовной семинарии, рассказал, кому нельзя купаться на крещение, не рекомендуется посещать водоем тем, кто мотивируется любыми другими причинами, только не церковными. Потому что это будет надругательством над святыней. Тем, кто не может этого сделать по состоянию здоровья. Тем, для кого праздник Богоявления, это еще один повод, чтобы похвастаться перед друзьями заплывом на расстояние или большим количеством ныряния под воду, чем в прошлом году. К празднику можно только приобщиться, но ни в коем случае не нарушать его молитвенно-мистическое настроение. Это и будет еще одним критерием того, кому можно купаться.